Итак, в этом уроке рассмотрим еще один компонент React Transition Group, который называется CSS Transition. Перейдем в проект и удалим некоторые остатки из прошлого урока. Удалим компонент Transition и UseEffect, это нам больше не понадобится. Сразу же импортируем компонент CSS Transition и создаем его. Здесь внутри компонента уже нет нужды создавать какую-то функцию и мы можем напрямую создать наш loader. Этот компонент очень похож на Transition и он также принимает свойство In, в котором мы передаем триггер, который будет активировать анимацию. Также передаем Timeout, пока что сделаем 2000 мс, чтобы посмотреть как меняются у нас классы. Перейдем в браузер и посмотрим. Откроем сразу же инспектор и внимательно наблюдаем за изменением классов. Этот компонент наследуется от Transition и поэтому он очень похож, но он имеет больше функционал и расширяет возможности Transition. Сейчас мы с этим совсем ознакомимся. Откроем документацию и скопируем строчку класс Names. Сейчас мы посмотрим как это работает. Возвращаемся к коду, вставляем ее и меняем название класса на Circle. Итак, теперь откроем стили, но перед этим заглянем в документацию. Посмотрим как Transition присваивает имена классов. Он берет название класса, который мы указываем в свойстве класс Names, и к нему прибавляет текущее состояние анимации. Перейдем в стили и исправим название классов так, чтобы это все работало. Теперь ускорим анимацию, сделаем как и было 500 и посмотрим на результат. И мы повторили функционал, который сделали в прошлом уроке. Единственное, сделаем еще так, чтобы элемент исчезал из дом-дерева. Для этого добавим пару свойств, а именно UnmountMouse и MountMouse. Их можно посмотреть во вкладке Transition. Проверим еще раз. Лоудера нет. Нажимаем на кнопку, он появляется. И нажимаем еще раз, он исчезает. Как и должно быть. И вы можете спросить, а в чем собственно отличие? Просто изменились названия классов и все. А функционал остался тем же. Но самая основная фишка этого компонента в том, что в класс Names мы можем передать объект и задавать стили уже с кастомными названиями. Это бывает крайне удобно, когда у вас уже есть какие-то классы с анимациями. Нет необходимости лезть в CSS, менять названия этих классов. Достаточно указать их здесь, в объекте. Исправим название некоторых классов, чтобы убедиться, что это работает. Сделаем для скрытия название CircleHeight, для появления CircleShow и для вращения соответственно CircleRotate. Во-первых, такие названия классов семантически более понятны. Во-вторых, в каких-то моментах это может оказаться очень удобным. Подправим название также в CSS и посмотрим на результат. Итак, в принципе это все, что можно сказать про CSS Transition. В следующем же уроке рассмотрим Switch Transition, который тоже в некоторых ситуациях будет очень полезен. Не забываем подписываться, ставить лайки. Жду вас в следующем ролике.